ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вправе работать с губернатором, пойду водителем автобуса. Мне нравится. Хороший автобус. Реально хороший. Очень. Таких автобусах в рядах подвижного состава автотранспортного предприятия станет больше уже к середине месяца. 16 сентября планируется закупка еще 11 единиц. Новые автобусы поставят на маршруты номер 20, Куренковый Центробанк, и номер 46, проспект Дружбы Народов, УАЗ. В общей сложности к концу года подвижной состав Ульяновска должен пополниться 50 автобусами. Об этом главе региона доложил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин. Мы планируем до конца года ежемесячно такие конкурсные отборы объявлять. Сегодня висит объявление на сайте министерства, и любой переводчик может заявиться в целях приобретения нового подвижного состава. Требования предельно простые. Должен быть автобус приобретен классом не ниже среднего. То есть, там, Газели, Форды, Пежо мы не субсидируем. Сегодня на территории Ульяновска функционируют 99 маршрутов. Из них 14 трамвайных, 9 троллейбусных и 76 автобусных. Для улучшения качества обслуживания пассажирских перевозок запускается региональная навигационно-информационная система. Предполагается, что Большой Брат будет круглосуточно следить за соблюдением расписания, правил дорожного движения, а также отображать количество машин на маршрутах. Пока эта система носит тестовый режим. Помогают и помогут городу реально отследить те проблемы, о которых вы сейчас сказали, те нарушения, которые могут оказывать те или иные перевозчики. Это нарушение интервала, не выход на маршрут и тому подобное. Поэтому сейчас, опять же, спасибо огромное Андрею Сергеевичу, Дмитрию Александровичу. Еще раз смотрим вопрос внедрения новой системы. Глава региона еще раз напомнил всем собравшимся, что в первую очередь нужно прислушиваться к людям и думать об их комфорте. Действительно, наш город нуждается в переменных сферах транспортного обслуживания. Нам нужны новые, продуманные маршруты, новые автобусы, трамваи, троллейбусы, меньше интервал движения, возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени с использованием системы ГЛОНАСС. Такие выводы главе региона помог сделать в том числе и личный опыт. Периодически Сергей Иванович пересаживается на городской транспорт, чтобы добраться на различные совещания из одного конца города в другой и слышит непосредственно от людей, как тяжело куда-либо доехать часы пик или вечернее время домой. В этот раз губернатор стал пассажиром нового СИМАЗа. Такую практику глава региона посоветовал и всем остальным чиновникам, если они планируют и в дальнейшем занимать свои должности. Наталья Чумаченко, Юрий Конехин. Новости Улправды ТВ.